Всем большой привет! С вами снова Александр и сегодня я вам расскажу о обновленной версии самой популярной коляски, я считаю, вообще в принципе для путешествий подходящая. Она проходит по всем стандартам ручной клади во всех авиакомпаниях, поэтому она номер один для путешествий и стала. Она была первой, в принципе, коляской, которая ввела такой стандарт коляска ручной клади. Поэтому поговорим мы сегодня с вами о Baby Zen Yo-Yo версии 2. Здесь на самом деле, вот визуально смотришь, вроде бы та же коляска, но они здесь доработали абсолютно все, ходовую, ручку, все подшипники, багажные. Короче говоря, здесь доработок очень много. И для тех, кто вообще не знает, что это за коляска, я сегодня вам в целом о ней расскажу и отмечу основные моменты, которые доработали. Так, первое, что вы не увидите здесь, но услышите от меня, она выдерживает сейчас, благодаря тому, что здесь усилили полностью раму, 22 килограмма ребенка. До пяти лет вообще можно катать ребенка в этой коляске. Ну, пять лет ребенок и коляска, по-моему, вещь несовместимы, но кому надо, пожалуйста, можно. Так, тут у нас в классном, удобном месте сейчас зафиксировано стало, стал зафиксирован страховочный ремешок, чтобы она у вас никуда не укатилась. Сама ручка стала более гигиеничной, потому что она стала в эко-коже более износостойкой. Износостойкой, естественно, потому что губка, она не такая износостойкая, как эко-кожа. Ну и самый важный момент, она стала приятная, тактильная, очень приятная, такой толстый хват катать. Короче говоря, сейчас ее стало в кайф. У нас здесь есть смотровое окошко в козырьке. Козырек вот такой, он не изменился по факту. Сзади у нас здесь есть кармашек, мини-сумочка, назовем ее так, для всякой мелочевки. Что касается сидения, у нас здесь нет бампера, как и не было. Очень классные, кстати, доработанные, более эластичные и тактильно приятные, мягкие стали такие сами ремни. Поэтому тактильно ребенка они вообще сейчас не напрягают. Да, в принципе, и раньше не напрягали. Вот, на паховой зоне тоже мягкая накладочка есть, плечевые зоны защищены. В общем, здесь все отлично. Классная, удобная система замочка. Плавненькая, нежненько срабатывающая. Вот, здесь все отлично. Естественно, вот эти колорпаки, они взаимозаменяемые. Что от старой йо-йо, что от этой, они будут сюда подходить. Матрасики здесь достаточно мягкие. Всегда используются все аксессуары, которые есть на BabyZen йо-йо первой версии, подходят и на вторую. Поэтому здесь все отлично. Так, давайте посмотрим, как она у нас наклоняется. Какой угол. Тянем за ремешок и наклоняем. Вот, соответственно, у нас получается вот такой угол наклона. Напомню, точные характеристики в сантиметрах, миллиметрах, градусах. По ссылке снизу в описании на магазин First Buggy пройдете и посмотрите. Там все это есть. Соответственно, вот у нас как наклоняется. Все отлично. Стало чуть-чуть больше, на мой взгляд, наклоняться, чем наклонялось раньше. Итак, из доработок, кроме усиленной рамы. Рама, да, такая прям потолще стала. Кроме доработок усиленной рамы, доработали ходовую часть. Поменяли подшипники. Сейчас она стала рулиться еще более приятно. Она и так едет прям реально благородно. Сейчас едет еще приятнее. Немножечко изменили форму багажника. Багажник стал чуть более глубоким. Вот. Тормоз у нас здесь ножной. С педальки. Вот, собственно, и все. Колеса здесь сами резиновые. Естественно, они не надувные. Это дело понятное. Так, а что касается амортизации. Давайте посмотрим. Есть спереди. Давайте посмотрим сзади. Сзади чего-то я не чувствую. Да, сзади амортизации я не чувствую. Так. Есть хорошая большая площадка для ног. Но она, соответственно, и в первой модификации была практически такой же. Так, теперь ее самая сильная сторона этой колясочки. Как она складывается. Для того, чтобы сложить, вот здесь сбоку будут две кнопочки. Нажимаем. Здесь внизу, вот в этой части, есть красная кнопочка, на которую мы нажимаем и поднимаем за вот эту хромированную ручку. Соответственно, она сама складывается. Дальше она фиксируется за фиксатор. Фиксатор. У нас здесь есть ручка на плечо. И в комплект входит сумка транспортировочная, куда мы можем засунуть эту коляску. Дождевик во второй версии в комплект не входит. Его нужно покупать отдельно. Имейте это в виду. Так, чтобы разложить этот фиксатор, отжимаем. Берем за ручку и она сама себя под своим же весом раскладывает. Поэтому вот такое вот обновление получила Babyzen Yo-Yo. Не глобально все поменялось, но сделалась еще более качественной и приятной колясочкой. Для меня прям ручка изменения, чтобы поменяли ручку, это прям вообще огонь. Потому что я люблю эко-кожу на ручках. В колясках мне лично так больше нравится. И то, что она стала ехать чуть более так вот плотненько, как-то собраннее, что ли, она стала из-за вот новой ходовой. Это тоже я отмечу как большой плюс. Ну и для любителей возить детей в школу на колясках 22 килограмма она удерживает. Поэтому я считаю обновления очень-очень даже интересными. Не обязательно брать обычную, ее продавать, менять на эту. Здесь бы я, конечно, так не сделал, но если вы просто ищите такую коляску, первую версию покупать, ну, разве что, если будет сильно дешевле. А так, вторая версия будет интереснее, конечно. Ну, а купить вы, естественно, можете в магазине первая коляска. Вам привезут их вообще две на выбор, какую-нибудь другую вообще похожую коляску сравнить можете дома. Вот, привезут день в день, если там до часу дня закажете. В общем, первую коляску рекомендую вам прям как основной, наверное, магазин в России по коляскам. Вот, ну, естественно, выбор, как всегда, за вами. Выбирайте вы коляточку сами. Если вы что-то для себя подчеркнули, ставьте царский свой лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. До свидания.